Когда мы начинали это служение, мой духовный наставник, который очень много вложил тогда в мою жизнь, он мне сказал очень такую простую фразу. Начни делать Божье дело, и Бог начнет заниматься твоими делами. И я на тот момент на веру принял эти слова и применил их сразу. Самый важный, наверное, опыт, самый важный подросток наш, он появился в нашей семье в 2007-2008 году и появился совершенно при необычных обстоятельствах. На тот момент у нас было очень сложное положение в нашей жизни с моей будущей женой. Во-первых, она не была еще моей женой. То есть на тот момент ей было 17 лет, мы просто жили вместе и начинали, скажем так, строить отношения, только готовились к замужеству. На тот момент я потерял бизнес, попал в финансовую проблему, в долги размером минус 15 миллионов рублей. На тот момент настолько было все тяжело, что нам нечего было кушать. В поле нашего зрения в церкви попадает пацаненок ростом чуть выше моего пояса. И я получаю внутри четкое слово, знаю, что это слово от Господа было, что ты должен взять ответственность за этого ребенка. Я даже не понимал, что это за ребенок. То есть я знал, чей он сын, я знал, что это, ну, как дети бегают в церкви, там, занимаются своими делами, но именно почему-то и к нему было прикормлено внимание и опоследовал вот этот голос внутри, что ты должен взять за него ответственность. Это было время достаточно тяжелое, потому что я не учился в школе, я был раздолбаем и вообще мне было фиолетово вообще на полностью. Как бы я рос в многодетной семье, без отца и матери, надо было воспитывать четверых детей. И поэтому, соответственно, она пыталась помочь максимально, чтобы мы ни в чем не нуждались. Это как нет отца, как бы в те времена, мы делали, что хотели. Богдан – это был ураган мальчик, наверное, так сказать, который когда-то однажды посреди ночи чуть не выпрыгнул в окно, когда он не мог выучить урок физики, который ему задали в школе. И он изрядно не хотел его никак учить, но наши с Ромой были намерения и настойчивость на том, чтобы он сделал домашнее задание, но у него не получалось, ему было сложно, трудно. И он нам заявил, что я вообще сейчас выпрыгну в окно, не буду я ничего учить, у меня не получается, я не могу. Я где-то, когда мы только познакомились, я не знал на самом деле, что Лера практически одногодка со мной. Я этого не знал, я узнал это буквально случайно, потому что я никогда не задумывался. Ну, я всегда думал, что если на тот момент Роме было 27, когда мы познакомились, мне 14, я думал, что и она где-то в его возрастной категории. У нее была женская мудрость, да, там, и зачатки матери. Я прислушивался к ней, потому что она постоянно окутывала заботой, вниманием, да, и что-то там помогало. Как бы мне было вообще фиолетово, что ей там, что она старше меня на 2 года, и мне никогда не хотелось, как бы, причинить какую-то боль, да, там, или показать с ней, потому что, как бы, в основном кнут был Рома. Конфликты с курением нет, с алкоголем попытка тоже, естественно, была, скажем, начать употреблять спиртные напитки. То есть целый вот букет таких проблем, с которыми сталкиваются, в принципе, все родители. Вот. Здесь усложняло то, что я не являюсь его биологическим отцом. Я, блядь, я не по-детски, на самом деле, из последних, грубо говоря, моих выходов, которые были здесь, в Москве, это когда мы напились, короче, я ушел из дома. Был момент такой, что я хотел гулять с пацанами, вот, а Рома всегда говорил, типа, давай, там, в 11 приезжай, как бы, домой, да, там, все, в 11, там, как бы, не позже, потому что спать надо ложиться, да, как бы, такой, как заботой. Это меня первое, что, типа, почему, короче, ты мне ставишь временные, как бы, да, рамки, если я хочу с пацанами погулять, я потом пришел домой, пьяный, короче, такой, и батя меня поймал, но вот не получилось спрятаться. Естественно, он не мог жить просто так с нами, естественно, что у него начали какие-то вылезать проблемы, сложности, а я просто так на это не смотрел, и когда ты понимаешь, что у тебя есть ответ, чтобы скорректировать те или иные недостатки, ты начинаешь их как-то корректировать. И с этого момента начались и сложности, и какие-то в отношениях трения, и применение вот тех знаний, которые, академические знания, которые накапливались 10 лет и по психологии, и по педагогике, то есть все-все-все, что было вот до этого. И это самое тяжелое время, когда началось применение академических знаний в практической жизни. Что бы мы сказали самим себе 10 лет назад, зная сейчас, да, я бы сказал себе одну единственную вещь – это готовься, просто готовься. Влад мелькнул у меня в ленте ВКонтакте, в одной из групп, и я на нем практически остановился, хотя эти новости у меня там мелькали каждый день. Я на нем остановился, как потом мне рассказывали историю в этом детском доме, что когда приехала съемочная бригада снимать их на фотосессию, он отказывался категорически, то есть его силой практически усадили для того, чтобы вообще его отснять, и чтобы он попал вот в эту фотосессию. Конечно, жили ненормально. Ну, я выживал за счет бабушки и пап. Ну, я просто с детства даже помню, что маме было на мне все равно. И однажды мы просто с братом играли у бабушки в прятки, приехала машина, и полиция, у батик приехал, сказали вас на два дня в детский дом посмотреть, как там пожить, посмотреть, ну, на два дня. Мы подумали, что-то не то, и Вальтер, ну, брат мой родной убежал в сарайку, я спрятался под кровать, тетя меня, ну, они начали уезжать, сказали, все, поехали, не убежали, в следующий раз приедем. И тетя сказала, меня сдало то, что я под кроватью сижу. Пил, курил, таксикоманил, хулиганством занимались по улицам, вот. И каждый день одно и то же почти. Влад. Влад был один из первых наших парней. Когда я приехал в Кем, за ним, я приехал за тысячу с лишним километров для того, чтобы мы увиделись, познакомились, для того, чтобы понять вообще этого подростка, кто он, что он, вообще готов ли он меня видеть, готов ли он вообще ехать, потому что не все подростки на самом деле еще и готовы ехать в семью. Меня встретил совершенно измученный, измученный не физически, я поясню, измученный психологически, потому что его боль, которую я видел во взгляде, она, конечно, была такая боль взрослого человека. У меня в детском доме запрягал мальчик один. Когда мне было 8 лет, он нашел, увидел во мне то, что я, ну, что я, блин, какой-то там продажный. И он это, это во мне заметил как-то и начал потом мне просить, пожалуйста, пожалуйста. Ну, я ему ходил, пожалуйста, потом уже без, пожалуйста, потом я уже начал шугать, и вот так я превратился в шестерку. Когда мы с ним познакомились на пороге детского дома, он вцепился в меня и спросил, ты меня заберешь? К чему я был не готов? Я приехал с ним только познакомиться. И когда мы с ним сели в кафе и начали общаться, первое, что он сказал и чем меня поразил, он сказал, даже если ты меня будешь бить, все равно забери меня, и я от тебя никогда не уйду. Как неприятно была жизнь в детском доме этому ребенку, что он был готов поехать в нашу семью, он был, он готов был, что его в этой семье будут бить, он готов был пойти на все эти вещи для того, чтобы просто уехать из этого детского дома. По мне самое страшное, там дедовщина, то, что меня там бьют, ну, потому что меня почти все время били там. И голод, это не страшно, там в детских домах кормят, ну, нормально, есть можно. Страшно то, что ты живешь каждый день одним и тем же днем, и, ну, нет родителей рядом, которые могли бы о тебе позаботиться, которые могли бы с тобой куда-нибудь сходить, что-нибудь тебе сказать, обнять тебя, что-то сказать приятное. Дескантами такого нет, дескантами ты живешь каждый своим днем, кто-нибудь может до тебя докопаться, прикопаться, что-нибудь плохое сказать, обзвониться. А здесь ты чувствуешь любовь, то, что тебя любят, тебе есть кому позаботиться, есть кто за тебя волнует, успокоится. Мы приехали домой в марте, было чуть-чуть окончания учебного года, и 1 сентября настал новый учебный год. Это был наш первый побег из дома. Значит, они проучились около 4-5 часов, после чего возмущенные совершенно с криками, что мы никогда в жизни столько не учились, сколько в этот день. И они сбежали, просто сбежали. Их не было несколько дней. Когда твое сердце как родителя, как матери рвется от того, что ты знаешь, что ты-то принял этих детей уже в свое сердце, что это твои дети, ну, вот неважно, что они, ну, не родные, что они кем-то, что они не тобой рождены, и когда они не идут домой, у тебя внутри такая горечь и непонимание, почему, ну, тебя же здесь, ну, не бьют, тебя здесь не ругают, тебя здесь принимают, тебя сюда привезли, тебя хотят здесь, ну, любить, воспитывать, да, и поднимать тебя как личность. И ты отказываешься от этого всего? Сказать, что мы спокойно жили эти несколько дней, конечно, нельзя. К этому тоже нужно быть готовым многим родителям. Потому что нельзя прийти, например, в соседний магазин, где будет этот ребенок, взять его за шкирку и притащить домой. Так можно сделать, например, с 10-летним ребенком. 14-летнего подростка нельзя. То есть, либо ты его должен убедить, либо ты должен ему объяснить, но все равно убедить. Но он должен собственными ногами прийти в твой дом, ну, либо он останется на улице. И это было для нас одним из испытаний, после которого они пришли домой и сказали, что мы хотим вернуться в детский дом. Я сказал, послушай, ну, как же так? Ты же даже готов был, чтобы я бил тебя. И вот этот момент адаптации, когда у подростка происходит перелом его психики, когда он уже уехал из детского дома, он уже расслабился, он уже свободен, и он хочет этой свободы все больше и больше и больше. Я думаю, ну, выйду из детского дома, закажу, закажется там проститутка, погуляем там, погуляем, потом найдем работу, будет круто, будем работать, не найдем, пофиг. Будем как-нибудь переживать, как родственники. Мы подростки просто прожили в детском доме с малых лет до подросткового возраста. Там они начинают пить, уже курить. Ну, кто в каком возрасте, кто с малых лет. И думаю, что им уже не нужны родители, потому что у них начинают появляться девушки. Они думают, да нафига я маме нужен? Не нужен, да и кому я нафиг нужен? Выйду из детского дома, да и пусть. Выйду там, сниму деньги с книжки, побухаю. Очень кричащие, очень громкие поступки совершали, наверное, это вот наши ребята из Карелии, да, из вот диких мест, из мест отдаленных от реальной цивилизации, да, это где село, деревня, не знаю, вообще глушь, глушь вообще неимоверная. Те дети, которые не приучены, которые не привыкли жить правильно, которые привыкли жить по своим правилам. Я помню до сих пор эту ночь. Это была самая тяжелая ночь, наверное, для меня. Это был самый тяжелый час, который я переживал. Потому что я не понимал, что происходит, и я не понимал, что мне делать. Я молился и говорил, Господь, это Ты привел их в нашу семью. Сделай сейчас что-то в их сердцах, чтобы произошло чудо. Прошло сколько-то, несколько минут, в мой кабинет раздался стук, и я открываю дверь, стоит передо мной Влад, и говорит, прости меня. Мои самые слезы событий в жизни, я приехал в эту семью, я был рад, утром встаю, такой, о, никто меня не запрягает, вкусные завтраки, вкусная еда. Есть родители, есть папа, мама. Какие бы силы не вмешивались, какие бы моменты не происходили внутри, какая бы борьба, какая бы война не происходила, добро все равно побеждает. Сейчас я мечтаю отучиться, стать автомехаником, и жить, и, ну, я знаю, что Рома с Лерой, ну, мама с папой, они, ну, они позаботятся, ну, мне будет в будущем кому приехать, я хочу, чтобы у меня была будущая семья, вот пример Рома с Лерой. Мыслила семья, когда у тебя есть папа, мама, например, там, брат, ну, когда ты в сердце чувствуешь то, что у тебя есть семья, не то, что там, блин, какие-то чужие родители, блин, тебя любят, тебя обнимают, тебя защищают родители, они всегда с тебя впрягаются. Бог привел этого человека в этот мир. То есть частица его, она живет в нем и не умирает. Все, что снаружи, это все шелуха, которая наклеена, и которая ничего общего не имеет с этим ребенком. И когда я смотрю на ребенка вот в этом кризисе или в проблеме, это именно та ситуация, когда я стараюсь духовно видеть Бога в этом ребенке. А все то, что как он ведет, это все те плевлы, которые вот на этих зернах наклеены сверху. В детском доме просто, ну, по-другому я не знал, как быть. А сейчас я знаю два, ну, два выбора, или в той пустоте, или в таком веселье, в хорошей жизни. Ну, конечно, в хорошей жизни веселье быть. Сейчас этой пустоты нету. Сейчас, например, пить не хочется, курить не хочется, ничего вот этого, то, что делали, не хочется. Радостно в душе, то, что и чувствуется, то, что, ну, то, что есть родители. Те родители, которые родные, ну, вот я знал, то, что точно моей маме было, но мне все равно. Я сейчас чувствую, что есть папа, мама, то, что, ну, чувство радостное, то, что есть много шансов, есть шансы стать еще нормальным. Первый эпизод, с которым я столкнулся, и который меня немножко вверг в шок, и я не был к этому готов. Когда мы, картинг находился на втором этаже большого центра, большого здания, и мы поднимались на лифте наверх, и они остановили меня, говорят, можно мы прокатимся еще раз на лифте? И я остановился, я сначала не понял, о чем речь, а потом, он говорит, мы никогда не катались на лифте. 14 лет, на секундочку, ребятам. Готовиться нужно к худшим, не нужно сразу себе рисовать картины, что сейчас он прибежит, закричит мама-папа, и будет счастье в доме мгновенное, и все, и вот царится, ну, вот, как говорится, полноценная семья, да, где есть ребенок, мама и папа. Это, ну, очень глупо ожидать этого, поэтому ожидать стоит где-то каких-то криков, ожидать стоит ссор каких-то, ожидать стоит каких-то неожиданных реакций, которые ты, как родитель, мог никогда в жизни не видеть. Когда в детском доме вижу, там, маленькие там, например, уже пристают к воспитателям, там, ой, пойдем туда-то, поиграем, там, ну, они нуждаются в маме и в папе. А вот взрослым, ну, когда вот мы, вот, большие, подростки, да, мы уже думаем, то, что нас, ну, типа, не забирают, мы никому там не нужны, у нас все испорчено, там. Влад, Данил, вот они очень много дрались между собой, хотя, казалось бы, с детства жили в одном и том же детском доме, были просто друзья в доску, они были друг за друга, не хотели уезжать друг без друга, то есть, да, когда мы поехали за одним ребенком, за Владом, и он сказал, что я не поеду без Данила, потому что он мой друг, давай возьмем его тоже. И, то есть, приехав в дом к нам в семью, они друг друга, ну, начали бить, обзывать, периодически это были, ну, реальные драги, когда надо было разнимать их, то есть, они там уходили из дома, хлопали дверьми, обзывались, ругались матом, и это было просто, ну, что-то невероятное. В детском доме, например, если бы я сейчас, ну, меня Рома не усыновил, в детском доме, я, наверное, вырос бы вором, там, пил бы, наркоманил, кололся. А здесь вот я еще, ну, здесь нахожусь, я бросил курить, там, пить, матами ругаться, и у меня все есть, ну, все хорошо у меня в жизни, ну, и мне весело, и комфортно здесь находиться, и вот, например, я лежу, и вот прям смеюсь, и мне весело, из-за того, что у меня все хорошо, и все есть у меня. Вот из-за этого вот счастливое, вот то, что я лежу, и думаю, как все хорошо. это как маленькие волчата, которые, да, они вот жили в какой-то клетке, и их взяли в дом, и их взяли в тепло, в семью, в любовь, но они-то еще волчата, то есть им нужно отогреться, им нужно понять, ну, вот эту вот, принять эту любовь, вообще понять, что такое любовь, потому что часто задавая нашим детям вопрос, что такое любовь, они даже не могут ответить, потому что они ее не испытывали, это ребенок, например, который сирота, у которого не было ни мамы, ни папы, он даже не знает, что такое любить, и что такое, ну, его любить, самому любить кого-то, себя любить, как это вообще любить. Если бы это было бы возможно, я бы поменялся бы вот с воровым мальчиком, ну, который сейчас, у которого нет родителей, и он не может тебя ощущать вот это вот отцов там мама рядом например вот я уже уже обучился я уже знаю как вести себя как там это как это ну конечно не до конца а он еще ничего не знает если он сюда мы поменяемся с ним я на улицу буду ну как-то по-другому жить ну там не наркоманить не пить не воровать там а он здесь впервые воспитается будет лучше дети это самый сильный индикатор любви и самый настоящий индикатор подсознательно ребенок понимает любят его родители ли он это чувствует как индикатор как лакмусовая бумажка исходя из того вот что он чувствует от этого выстраиваются отношения либо не выстраиваются отношения если от родителей настоящая любовь приходит если мотив не обязательства я должен а я это делаю потому что я люблю своего ребенка да там опять же можно пойти в кино из любви можно пойти в кино с ребенком из обязательства и ребенок чувствует реальный мотив полгода назад где-то подходит ко мне данил и говорит ты знаешь я мне уже не удобно тебя называть рома но и мне тяжело еще называть тебя папа можно я буду тебя называть папа и когда я не смогу так называть ты меня поправляй и просто говори что потому что мне еще где-то неудобно где-то я не могу тебя назвать папа но я хочу говорить назвать папа и мое сердце хочет к тебе так обращаться многие считают что подросткам в детских домах неужели родители наверное нет они забуждаются так как скорее подростки стараются это скрыть так как все же сколько им лет уже не каждый вызовется забрать этого ребенка просто наверное не теряет какую-то надежду но он понимает что вы не берут и он просто старается это скрыть детском доме воспитатели дают напутствие но там мы не дают как они может стараться придать там какой-то любви заботы но сейчас дома это чувствуется намного больше там это все было не так и дети которые растут нашей семьи они не малыши не маленькие да то что они уже достаточно взрослые и благодаря этому мы учим их самостоятельности учим во многом помогать когда ты живешь вот в радости и в любви вот в этой вот и все получается и каждый день он в принципе приносит радость лера она необычайно красивая и добрая всегда нас максимально старает защитить защищать нет кого я имею ввиду что если там накосячили где-то на стараться ну типа ну не совсем так и еще что-то ну как мать настоящая старается укрыть своего ребенка помочь ему как-то в уроках и еще папа рома он просто невероятный когда я поехал за собственно третьем за за четвертым нашим приемным ребенком мне бог показывает привлекает мое внимание еще к одному подростку прям в коридоре и я его ловлю бы практически за руку потому что я знаю этот уже призыв божий в моем сердце когда он мое внимание приковывает какому-то ребенку я знаю что дальше какая-то уже последует миссия какая-то задача от бога и я его практически ловлю в коридоре мы с ним знакомимся начинаем разговаривать и он мне говорит что я говорю слушай а ты как давно здесь он будет я 9 лет здесь я говорю а я же год назад приезжал вот за вот ребята мне бы тебя не было а я там знал всех детей поскольку мы с ними общались познакомились он говорит да нет я был здесь я говорю я не видел ты не может быть такого тебя здесь не угли да я же тебя помню то есть я помню всех детей кроме этого ребенка которого он видимо суждено было забрать через год мудрость мудрость мужественность умение управлять деньгами просто на ходу решать какие бы какие-либо задачи никогда не волноваться он чтобы какая ситуация не была он никогда не волнуется и он просто сразу варианты решения этих проблем выдает я хочу посмотреть его глазами на нас и насколько ему тяжело может счастливы или еще что-то просто интересно а кирилл это последний наш ребятенок которым мы вот месяц назад оформили это очень чувственный это очень иронимый парень он очень умный двигается у нас больше в таком в умственном плане чем физическом учится в лицее физико-математическом сейчас значит хочет поступать в бауманку уже как бы готовится к этому достаточно серьезно лично для меня в детском доме самым страшным было не дедовщина и не голод самым страшным наверно было отсутствие родителей и заботы это отношение к тебе когда относится как какому-то роботу сделал это сделал то иди гуляй как хочешь для меня это было самым страшным вокруг все равно все было плохо все сверстники гуляют пьются отдыхают не учатся и ты просто стараешься быть на фоих фоне чем-то хорошим просто разукрасить свою жизнь пытаться думать о чем-то позитивном и доказать другим людям что дети из детского дома это не просто какие-то отбросы это также и нормальные люди хорошие добрые очень любящий сказал да то есть очень ранее ранимый готовы помогать готов очень такой чувствительный ко всем мелочам чувствительный каким-то точкам напряжения то есть очень всегда вот он реагирует практически на какую-то вот нужда возникает к нему можно обратиться точно там всегда поможет всегда придет всегда там всегда рядом будет где-то лет в десять может в девять была такая история она происходила на протяжении нескольких месяцов нас было человек пять и устраивали старшие пацаны между нами бои они ставили на нас там небольшие такие суммы по типу 50 150 рублей и заставляли нас драться между собой на матрасах за победное чей пацан был под кем из взрослых был пацан который победил тот человек забирает все деньги себе ты понимаешь что что когда эти дети ни в чем не виноваты и кто-то их не смог любить ну но они все очень хорошие то есть они все многие смотрят на вот эту оболочку ребенка да когда он там вредный противный обзывается ругается а ты когда смотришь в сердце просто этого ребенка и ты понимаешь что он там такой же ранимый такой же нежный такой же такой живот чувственный такой уже нуждающийся в этой любви и ты понимаешь что каждый но из них он он сокровище он бриллиантик он драгоценность которая как можно не любить то есть да все это остальное это шелуха это жизнь которая побила помотала то есть обстоятельства в которых они оказались то есть это все наложило вот эти все штампы наложила все эти вредности ненужности у меня там в соседней комнате лежит дневник мой как раз таки 3 4 страницы посвящены внутренней пустоте в которой так и не разобрался для себя записывал просто на досуге потом почитать там есть несколько строк который просто не представляю это состояние внутренней пустоты когда ты понимаешь что тебе чего-то внутри не хватает но ты не можешь разобраться чего тебе не хватает сначала ты думаешь я до сих пор не могу разобраться просто чувствую как будто дырка это имеется в детском доме эту дырку я пытался заполнить взаимоотношениями с воспитателями так как я стараюсь их всегда максимально слушать и на основе этого уже врач взращивать какие-то отношения с ними там они тебе чем-то угостят там или еще чем-то погуляют им с тобой поразговаривают но им будет потом не безразлично наверное это хотел запомнить эту внутреннюю пустоту каким-то каким-то подобием взаимоотношения с родителями проблема безоотцовщины на сегодняшний день она кроется не только в семьях где нет отца физически нет его но и в семьях где есть отец и он может быть не алкоголик он может не иметь никаких зависимостей но он почему-то по каким-то причинам не участвует в жизни своего ребенка мы не анализируем эти причины какие они но факт остается фактом что он не знает что происходит он не оказывает влияние на ребенка и ребенок никаким образом не контактирует со своим отцом в этом самая главная проблема и в какой-то момент мы поняли что мы имеем ответ на эту проблему и мы имеем опыт ответа на эту проблему и поэтому к нам обращаются даже семьи в консультативном плане то есть мы консультируем несколько разных семей в разных городах я считаю что секрет успеха моих родителей в невероятно большом опыте и умение подхода они найдут наверно к любому человеку или ребенку подход кем бы ты ни был берегись в 17 лет я заинтересовался педагогикой и педагогикой поскольку меня интересовал мой возраст и наследний соответственно подростковой педагогикой что же не то делает моя мама и первая книга которая мне попалась это педагогическая поэма макаренко которая по сей день является библии педагогики для меня и после огромного огромнейшего количества материала перелопачиванного на сегодняшний день пересмотренного переслушанного перепрочитанного то есть макаренко на сегодня для меня остается основой просто вот фундаментом педагогики я начал читать 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 изучать что же не то что же не то что делает моя мама, что же не то делают мои родители. Естественно, мы очень много разговаривали с моей мамой, то есть она мне объясняла какие-то вещи, почему она там те шаги предпринимала, те шаги. Я начал втягиваться в эту тему, совершенно сам не замечая интереса этого. И в 17 лет у меня тогда же уже начали появляться мысли о том, что когда я вырасту, когда я стану старше, то у меня, скорее всего, появятся свои приемные дети. Я даже помню, как на кухне маме я об этом заявила, сказала, что когда у меня будет семья, скорее всего, что я возьму ребенка из детского дома и буду его воспитывать. Но я не предполагал возраст этого ребенка, я еще не знал. Но почему-то тогда я уже знал, что у меня будет ребенок из детского дома. Один. То есть не было ни о трех, ни о четырех, ни о пяти речи, конечно. Быть женой такого мужа тяжело, такого активного, такого грандиозного, такого большого, такого целеустремленного. Но если бы муж, наверное, не открывал такие большие возможности, не открывал такие большие горизонты, я бы, наверное, никогда и не поняла, что я общеспособна на это. И этот бы потенциал, он бы просто погиб внутри. Верит в каждого и видит огромный потенциал в человеке. Неважно, в ребенке, в человеке, в любом, кто его окружает, он настолько обладает какой-то уверенностью в силах, в его внутренних возможностях. Что ты порой сам сможешь сомневаться, что ты сможешь, а он настолько может тебя вдохновить на какое-то дело, на какую-то идею, на какой-то поступок, что ты просто немыслимо начинаешь верить в себя и двигаться и идти. Я их застаю за игрой в планшете. Они рубятся в те же игры, которые играет моя четырехлетняя дочь, которая там, это интересы ее четырехлетней дочери, когда уже, казалось бы, в 13, в 14, в 15 лет этот интерес должен уже отпасть. Но они настолько захвачены этими игрушками, что ты понимаешь, что чего они недобрали, чего они недополучили, этих игр, этого внимания, этих эмоций детских, которые вот они еще там остались в 7-8 летнем, может быть, в возрасте. Таскал металл, воровал тоже, пил, курил. Сейчас это страшно, а когда в детском доме был радостно. В голове были такие вопросы, ты просто не понимаешь их. А для них это норма, ну, не идти куда-то, идти на улицу, идти попрошайничать, идти воровать, идти курить, идти пыхать какой-то бензин. И это им в кайф, и это так привыкли жить они, и для них это хорошо. Когда я был в детском доме, я хотел семью, ну, хотел, чтобы всякие гаджеты, там, телефоны были, ну, разное. Ну, так, ну, хорошо, что вот этого не было, я получил семью, ну, нет ни гаджетов, ничего, ну, все есть, но гаджетов, это хорошо, что нет. Ну, потому что у нас это, мы как задроты становимся. Если нас посадить за телефон, все, мы неделю не вылезем с него. Без телефона есть живое общение с семьей. Можно исчислять днями, сколько мы проводим за беседами, сколько мы проводим за общением с ними, за объяснением вот этих вот всех истин жизни, как нужно жить, как нужно здесь себя вести, как нужно тут поступать. То есть мы вкладываем в это очень много времени, никогда не оставляем детей с вопросами, всегда стараемся отвечать на них. И видя изменения в них, видя их, ну, измененные вот эти вот судьбы, ты просто настолько в сердце радуешься и так вот просто счастлив, ты просто счастлив от того, что, ну, ты вкладываешь в них и не зря. Появилась семья. Некоторые не хотят тому, кому уже 18, 16, 17 день, так лет, но так все хотят. Ну, просто некоторые скрывают это, ну, говорят, что не хочу, не хочу, а на самом деле в душе это хочется. Все меняется, даже просто вся жизнь переворачивается, все за руку, вот рождаешься и вот, и начинается все. Эдуард у нас самый старший ребенок. Сказать, что самый сложный, нет. Опять же, 16 лет ему было, не все так плохо, как многие говорят, что в 16-летнем возрасте все уже поменять, ничего нельзя, все поменять можно. Он парень с грубой физической силой, он мне помогал делать ремонт в нашем доме. Его можно попросить поколоть дрова, подтаскать кирпичи. Он у нас варит, он у нас делает вместе со мной плов, какие-то еще там казан, шашлыки. То есть, такой настоящий будущий мужчина, просто со всеми мужскими такими характерными замашками, такими прям, мужчина. При этом очень добрый, очень стеснительный. То есть, он сочетает в себе вот эту мужественность и вот это вот стеснение, где-то даже детское, наивное, порой очень такое, вот, как вот, прям вот как дети. Моя пустота внутренняя заполняется, это семейная любовь. Сейчас все, ну, появилась семья, ну, все появилось, ничего, больше ничего не надо. Можно там повеселиться все вместе, там, съездить куда-нибудь всей семьей, там, отдохнуть всей семьей, вот. Мне нравится с Ромой ездить по, ну, по делам его. Самый главный принцип, с которым мы, собственно, живем, мы воспитываем наших детей, это строгость и любовь. Это прямо наше кредо, в котором мы, собственно, пребываем. Это строгость, это что такое? Это дисциплина, это, то есть у нас, поскольку у нас мальчики, у нас подростки, у нас очень жесткая дисциплина, у нас есть свои обязанности. Когда дети меняются, конечно, ты понимаешь, что все, что ты делаешь, это не зря. Одна из историй у нас была возле дома, совершенно неожиданная, когда, значит, у нас возле участка был вырыт канал, такой ров небольшой, дренажный канал, ну, где-то, может быть, по пояс, там, может, высотой метр, там, метр с чем-то. И он заполнился водой, и в какой-то момент один из наших ребят, он просто пошел гулять, и одел резиновые сапоги с собакой, и с удовольствием разбежался и прыгнул в этот ров с водой. Грязный ров там, ну, как это бывает, естественно, с землей все вперемешку. И испытал поистине щенячью радость в этом, вот это, это была масса удовольствия. Я, при виде этого, хотелось сначала отругать, ну, то есть, что ты делаешь, то есть, что ты творишь. Тебе 14 уже. Но радость, и, кстати, радость, это испытывается каждый раз, когда мы вспоминаем эту историю. Эта история вошла уже в аналы нашей, нашей семейной истории. Меня там в год отобрали у мамы, ну, мама наркоманка, папа, судя по всему, бандит. Меня вот как в три года в садик отправили, а маму на похороны. Я все детство ждал родителей, дальше там в лет 10 или 11, ну, за год или за полтора. До того, как меня забрал Рома, я такой забил, а нафиг надо. А потом вообще нуждаться в этом перестал. Ну, я как бы и не помню даже, почему я нуждался и как я нуждался. Ну, какая-то тяга была. Далее через полтора года я узнаю то, что меня хотят взять две семьи, причем разом. Там была семья священника и семья какая-то непонятная. Я такой, ну, удивился. Там пошел, познакомился, там пообщался долгое время. Далее там, ну, они как бы понимают то, что у меня выбор. Приезжает Рома, там я с ним пообщался, не знаю, ну, до сих пор для меня как бы не совсем понятно, почему, ну, что я такого, ну, почему я все-таки решился поехать к Роме. На все забил, Роме сказал да. Если выбирать приоритеты, то, допустим, приоритета семья, работа из этих двух пунктов, да, то, безусловно, главный приоритет для меня семья и главный приоритет внутри семьи – это дети. То есть даже с женой мы когда-то приняли для себя решение, что если меня начинают отвлекать какими-то разговорами наши парни, а эти разговоры могут быть на два, на три часа, иногда это до пяти утра могло такое быть, то я отвлекаюсь на это в, может быть, в ущерб даже общению там со своей женой в какой-то момент, в какой-то вечер, потому что ребенок, он не может ждать до завтра. Рома понимать умеет. Ляра добрая очень. Рома не отказывает в объяснениях, старается помочь, ну, некорыстный в отношении к нам. В таких ситуациях, когда там ситуация дома, я там со всеми, ну, как, поругался. Как бы, блин, лучше было бы в детском доме. Ну, а в целом, как бы, вообще хорошо то, что я попал сюда. Когда твой ребенок тебе говорит, ты самый главный враг в моей жизни. Когда твой ребенок говорит, что вот лучше бы ты меня оставил в детском доме. Ты тяжело это переживаешь. Моя жена это вообще переживала практически до слез. Но это эмоции, которые родительстве, в родительстве пройти очень тяжело. То есть, теоретически, ты знаешь, что все, что говорит в этот момент ребенок, ничего общего не имеет с той реальностью, в которой он проживает. Человеку нужны родители для того, чтобы человек вырос человеком. И для того, чтобы у человека, ну, в частности, у ребенка было хоть какое-то воспитание, чтобы он хоть кому-то был нужен, и чтобы, в принципе, он вырос достойным человеком, который смог бы построить семью. Ну, так как в детском доме, я насколько знаю, те, кто выпускаются, семьи обычно не имеют, за редким исключением. Ну, или имеют там очень, с маленьким сроком. Они знают, что их в детском доме в 14 лет уже никто не возьмет. Они знают, что они как отрезанный ломать, и они уже ждут своих 18 лет, когда их, грубо говоря, выкинут с этого детского дома, отдадут там каких-то там 10-20 тысяч рублей, и все про них забудут, и все. У кого-то есть какие-то, может быть, накопления у детей, они их пропивают буквально за месяц, к ним приклеиваются еще друзья, и все, и жизнь у ребенка она заканчивается. И они знают об этом уже в 13-14 лет. Со мной не произошло особо многого, ничего не произошло, пока я жил в детском доме. Так как я как бы вышел из детского дома еще довольно маленьким, ну, 12 лет как-никак, и начудить еще особо много не успел. В детском доме-то страшно то, что ни дедовщина и ни голод. Дедовщина уже почти вымерла, ну, насколько я знаю. А голод там накормят, накормят много, но накормят не всегда вкусно. Страшно то, что ты вырастешь, ну, со стороны взглядом каким-то, грубо говоря, никем. Вот это вот страшно, и то, что ты там никому не нужен. Если ты принимаешь решение, то путь назад должен быть отрезан. Потому что та боль, которая может быть доставлена ребенку при возврате в учреждение, она даже несоизмерима с той болью, которую он получил, когда его уже первично оставили там. То есть многие психологи об этом говорят, что эта боль еще сильнее в разы, когда этот мир предает этого ребенка дважды, а некоторых детей он предает трижды. То есть их берут, возвращают, берут новые родители, опять возвращают. То есть это цепь предательств и этого мира для сердца этого ребенка. И, конечно, когда принимается это решение, оно должно быть абсолютно четким, безоговорочным и без права возврата. То есть вы не должны дать себе право вообще рассматривать какой-то вариант возврата назад. Я ждал помощи как-нибудь хотя бы на время выбраться из детского дома. Почему-то именно в том детском доме, где я был, там самых тупых разбирали прям. Ну а как бы меня хвалили за то, что я умный. Поэтому я как бы сразу понял, что шансов у меня немного. И в определенный момент, так сказать, забил. И тут там через некоторое время появляется Рома и как бы нежданчик такой. Артем. Артем у нас достаточно интересный парень, потому что он очень умненький. Он единственный, кого я забирал когда из детского дома. Он два дня думал, ехать ли в семью ему, либо не ехать. Он взвешивал все за и против, где ему будет интереснее и удобнее. В семье, либо все-таки в детском доме. И он открыто об этом говорит. Ну в батаре чему нормальному учат? И чему? Максимум там не курить, там до 18 смогут запретить. А так, а в семье всем этим плотно занимаются. Там все до мелочей. Вырастет из тебя нормального человека. Всему научат. Понимал то, что в батаре вырасти. Ну это совсем. Кем я вырасту? А в семье, может быть, я как бы... Ну я тогда еще не понимал. Ну как бы, ну семья, семья. Если для многих это большая ценность. Ну для меня это как бы до сих пор сейчас частично. Ну это как место, не семья, а место, где ты вырастешь нормальным. Если бы мне когда-то сказали, что я могу вместить в свое сердце стольких детей, разных детей, настолько вообще не похожих друг на друга, что я смогу любить их, принимать их, заботиться о них, быть их мамой, ну я бы никогда не поверила. Честное слово. Ну вот так вот, смотря на себя когда-то там много лет назад, я бы даже не представляла, что я смогу. Подростки где-то сложнее, чем маленькие детишки. Но тем ответнее будут отношения, тем ответнее будет их любовь. Сначала ничего не изменилось. Мне было просто как бы внешне жизнь изменилась. Уклад жизни, вся фигня. Ну а так-то только-только вот недавно началось. Ну как на уровне чувств, что-то меняться. Пока что не могу сказать, что, ну потому что сам-то не совсем понимаю. Удивляет то, что очень спустя время наши дети, они становятся противоположностью тем, которые появились, ну противоположностью тем, которыми они приехали в нашу семью, да. То есть те, которые сторонились, чуждались там, например, прикосновений, они становятся невероятно такими тактильными, такими вот нежными, такими вот прямо ласковыми, которые хотят прикоснуться, которые просто готовы на тебе висеть, ну вот прямо минуты, не секунды обнимать взрослые пацаны. Эти все провокации с их стороны, конечно, очень больно переживались внутри, в сердце. Они, конечно, были ожидаемы, как бы когда тебе в теории это говорят, но когда это на практике, когда это в жизни происходит, когда дети, которые для тебя стали уже частью, тебя отказываются от тебя. Ну это сравни для меня и для моего мужа. Было как, ну это как твои рожденные дети говорят, ну все, я не хочу тебя слушать, я уйду от тебя, я уйду из дома. Ну все. И это было очень больно, это было очень больно, но мы понимали, и слава богу, за школу приемных родителей, за психологов, которые сказали, что в таких ситуациях не нужно руководствоваться эмоциями, нужно трезво смотреть и смотреть на глубину эту, смотреть в сердце, то, что это ребенок говорит от боли, он кричит от боли это, и это его эмоции, это его боль, это боль, пережитая его в детстве, да, вот эта рана, которая не зажила, которая болит, и что не нужно, как говорится, вестись на все эти их провокации, нужно покрывать это все любовью, нужно это все, как говорится, залюбить их вот так, чтобы они просто, даже язык у них не повернулся больше, сказать, я уйду, я не хочу, я не буду, верните меня, и все. Ну честно, мне попался необычный прием на семья. Представлял там какого-нибудь глупенького папу, который будет тебе давать денег и там постоянно в работе, и маму, которая тебя там тоже будет хвалить, там по головке поглаживать и отпускать там, куда хочешь. Сложные были очень ситуации, когда муж уезжал в командировки на несколько дней, его не было дома, а пацанов дома как бы не один, да, их пятеро, и когда ты остаешься одна среди этих парней, вроде бы мужчин, да, как бы казалось бы, должна чувствовать себя под защитой, должна чувствовать, что у тебя рядом есть такие сильные опоры, там ребята, которые там все помогут, что-то сделают. Но когда они начинают чувствовать вот эту слабину, чувствовать мою доброту, когда они начинают пользоваться этим, когда они начинают вести себя так, как им хочется, когда отсутствует, как говорится, глава в доме, когда нету папы, когда можно здесь прогнуть, здесь обмануть, может быть, здесь увильнуть или сделать как-то по-своему, как хотелось, и понимать, что им за это ничего не будет, когда папы нету дома. Вот это тяжелые моменты, которые приходилось переживать, ну, не единожды, когда трепали нервы изрядно так, что хотелось просто закрыться, хотелось, не хотелось, а когда ты рыдаешь в подушку и кричишь просто о том, что просто сейчас вот провалиться бы на этом месте и больше не видеть их никогда, и просто вообще куда-нибудь на необитаемый остров. После всего того, что я дома, так сказать, натворил. И ко мне до сих пор нормально относятся. Хотя на месте других, ну, был бы я бы там, я бы себя бы давно уже выкинул, был бы на месте родителей. Я привожу всегда в пример психиатрическую клинику и психиатрических больных. Если мы придем в психиатрическую клинику и на нас будет бежать с кулаками какой-то из больных и накидываться с этими кулаками, начинать драться, что мы в этот момент будем делать? Я всегда задаю этот вопрос. То есть первая реакция – мы остановим этого человека, но мы никогда не будем наносить ему ответные удары. Почему? Потому что мы понимаем, что он болен. Мы понимаем, что его действия сейчас происходят вследствие его заболевания. И вот это осознание, оно помогает нам не делать каких-то неправильных шагов. С подростками то же самое. Когда он начинает делать такие вещи, нужно понять, что он всего лишь болен. У него есть вот это заболевание, которое называется сирота. Заболевание, которое мы, приемные родители, должны исцелить, излечить. Даже если кто-то уходит в долгий, так сказать, кризис, как только этот кто-то возвращается, он к нему продолжает относиться так же хорошо, как и до этого относился. Но как бы он и относится во время кризиса так же хорошо, он просто вынужден как бы поведенчески реагировать на разные вещи уже по-другому. Ну, дабы хоть как-то помочь тому человеку, кто в кризисе, из него как-то выброситься. И то, что личный конфликт с Ромой как бы так вообще не получается. Конечно, нужно быть готовым морально выдержать тот пресс, который ждет родителей вот в период адаптации. Тот самый сложный период, который предстоит пройти до того, как подросток или маленький ребенок будет становиться личностью и когда он примет в своем сердце родителей. Нельзя сказать, что какой-то один момент или там два были самыми счастливыми за десятилетия нашего родительства. Мы регулярно испытываем приступы счастья. И один из них состоялся буквально пару дней назад, когда наш первенец Богдан стоял у алтаря со своей возлюбленной. И мы поженили в его 26 лет. Но у Богдана у нас парень экстремальный. Сейчас, конечно, он получил образование, стал первоклассным шеф-поваром. Когда мы делали кафе в Санкт-Петербурге, он у меня был сушефом, заместителем шеф-повара и практически вел всю кухню. Пока я работал в Москве в транспортной компании, он не отходил от меня ни на шаг. Я его взял к себе на работу. Вообще он всегда был рядом со мной. Он старался максимально-максимально напитаться, научиться от меня. И поэтому он всегда был рядом. Потом он стал достаточно профессиональным менеджером. Стал потом хорошим водителем. Потом он скупил себе мотоцикл. Это отдельная история. И сейчас он уже стал спасателем ЧАЭС. Причем не просто спасателя, а на мотоцикле. Это вот мобильные группы спасателей, которые выезжают на ДТП. Там, где у нас проехать автомобиль невозможно. То есть у нас привлекаются вертолеты и мобильные группы спасателей. Рост есть везде. Главное, как себя показать, реализовать. Богдан, конечно, очень солнечный, очень радостный, очень такой вот любимый. Он с добрым сердцем. Он очень любящий ребенок. Но в то же время очень обделенный любовью, обделенный вниманием, обделенный заботой. Он очень сильно нуждался в этом. И мы старались дать это все, то, чего им не хватало. От матери, внимания, вот этого всего, любви, заботы. И, конечно же, чудил, как все чудят подростки, что делать, как говорится. Это невероятно, что у нас получилось научить его, как говорится, жить не только для себя, жить не этой эгоистической жизнью, когда ты только живешь в свое удовольствие. А что ты действительно, как он когда-то оказался в той ситуации, что ему кто-то помог. Теперь всю свою жизнь, молодую, юную, он хочет помогать тоже другим. То есть это так классно, это так круто видеть в нем вот это вот сердце служителя, которое не хочет просто прожигать свою жизнь, а которое получило само исцеление и хочет помогать другим жизням, другим сердцам, другим людям, тем, чем вот он может. Мне повезло, грубо говоря, да, и я встретил этих людей, которые мне помогли реализоваться, я бы так сказал. Как бы сделали фундамент, помогли. Вот. И начал реализовываться, что так, что меня вложили, я, как бы, считаю, их творение, как бы их ребенок. Да, пускай там не с самого детства я был, я попал в 14 лет, в эту семью, вот, но уже 14 лет, 14, 12 лет мы вместе, и поэтому я то, что, как бы, что, во что меня вложили. Эта победа принадлежит вам двоим, потому что ровно как он борется с этим, ровно так и ты борешься с этим. Буквально 15 апреля я познакомился с девушкой в том году, вот, и познакомился с ней через интернет, вот, и нас объединила вот любовь, мотоцикл, как бы она тоже умеет ездить, у меня есть права, вот, и мы там как-то завязалось, все там, поехали покатаемся, встречаемся, и после чего, как бы, мы с ней одногодки, у нее день рождения буквально раньше, чем у меня на один день, вот, и у нас очень схожий характер, вот, и свадьба буквально там, я помню, что это мой человек, она поняла, да, что я ее человек, почему бы и нет, и не создать семью, и вот у нас такое событие, буквально я сделал предложение на 31 декабря, прямо в Бойкурантах, я сделал предложение, на что она сказала, да, он стоит у алтаря со своей возлюбленной, и ты понимаешь, что он счастлив, и когда какие-то люди к тебе подходят, говорят, спасибо вам за вашего сына, за это воспитание, когда родители невесты подходят, благодарят его, благодарят за него, благодарят за то, что вот такой вырос жених, что они счастливы отдавать свою дочь замуж за него, конечно, это счастье. Счастливая семья, это когда полноценная мама-папа, гармония в этой семье, и есть вот эта любовь, это то, что как бы не хватает в наше время, и туда, где место, да, как бы семья, куда ты хочешь приходить, и от кого ты не хочешь уходить. На свадьбе присутствовал еще родной брат Богдана, его зовут тоже Роман, и мы оказались вместе в одном помещении, и Богдан позвал его, Рома, и мы вместе оглянулись. И Богдан ко мне поворачивается на меня, удивлен глазами, говорит, что а что ты повернулся, я тебя так не называл никогда. И, конечно, в этот момент я очередной раз испытал такое очень душевное удовольствие, ведь действительно он меня так, ну, когда-то, может быть, давно он меня называл, но достаточно продолжительное время он уже ко мне как к отцу обращается. То количество детей, которое сейчас у нас есть, вот мы на текущий момент мы знаем, что вот это определенный предел, который могут покрыть наши сердца на сегодняшний день. То есть пятеро парней и двое наших биологических детей, как это корректно сейчас выражаться, то есть это вот то количество детей, которые наши сердца как родители могут их покрыть. Если Бог вложит в наше сердце еще, значит, это будет еще. Мне кажется, что мы будем очень сильно помогать таким же семьям или таким же людям, которые хотят или взяли детей, или у них есть небольшие проблемы, то есть что мы будем ответом, что мы будем каким-то образом может быть где-то преподавать, может быть где-то служить тем опытом, тем багажом знаний, которые мы обладаем, может быть мы будем открывать какую-то свою школу, может мы будем консультировать таких семьи, таких людей, которые нуждаются в помощи, которые нуждаются в поддержке, в ответах на проблемы с подростками, потому что раз у нас это получилось, раз у нас это сработало, раз у нас есть положительные результаты, счастливые жизни, измененные жизни этих детей, и как говорится, мы можем этим поделиться с другими, помочь вырастить других детей счастливыми, почему бы нет? Мне кажется, что какое-то будущее в этом есть. Хотелось бы, чтобы люди брали как пример, да, и исследовали, потому что это живая история, мы все живые, и сценарий ничего не написан, мы как бы есть, мы прошли эту школу, мы видели это, и как бы эта семья существует. Дорогим родителям, которые будут брать детей из детского дома, я советую быть готовым ко всему, прежде всего, и никогда не сдаваться, не стоит отдавать ребенка обратно, когда есть возможность сделать из него личность. Я бы хотел вам не дать совет, я не могу дать вам совет, я бы хотел вам пожелать хороших нервов и стойкости, потому что приемный ребенок, это, ну, нелегко, но это круто. Тем ребятам, что до сих пор в детском доме, я, наверное, мог бы посоветовать, пожелать, я не знаю, как это назвать, веры, веры на то, что их еще могут забрать, их заберут, и не сдаваться, и всегда быть, стараться разумнее остальных, и не поддаваться на какие-то заманки сверстников, пойти выпить, и так далее, учиться и ждать. Посоветовать любить приемных родителей, ну, так же, как и любишь свою мать родную. Конечно, прежде чем принять решение, нужно взвесить все, абсолютно все факторы, которые будут влиять на дальнейшую жизнь уже с приемным ребенком. Конечно, все предусмотреть будет невозможно, но, безусловно, нужно закончить обязательно школу приемных родителей. Это первый момент. Второй момент, я бы порекомендовал, безусловно, выйти в какие-то контакты с приемными родителями, пообщаться, чтобы поделились опытом, чтобы рассказали какие-то реальные истории, что происходило, как справлялись, как решали вопросы. Безусловно, нужно взвесить бюджет, то есть, безусловно, нужно посмотреть какие-то фильмы. Сейчас достаточно фильмов, которые снимаются на эти темы, реальных, таких настоящих фильмов, где реально показана картина, каким образом вот, собственно, развивается эта приемная семья с приемными детьми. Первично, безусловно, должно быть решение в сердце. Вот, если это решение в сердце есть, если вы стабильны в этом решении, то его нужно принимать без возможности поворота назад. Это главный фактор, который вот в этом решении должен присутствовать. То есть, это как переезд в другой город с продажей квартиры в предыдущем. А на это решение уже, безусловно, господь даст все ресурсы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей нас просто меняют местами. Таков закон сансары круговорот людей. . Спасибо за субтитры Алексею